Это история Леонида Млечина, для тех, кому небезразлично наше прошлое. Выступление в канадском парламенте бывшего эсэсовца породило массу комментариев. Но мы не задаем себе главные вопросы, и вопрос о том, каким образом в Канаде оказался не один, а многие тысячи бывших эсэсовцев. Это лишь один из этих вопросов. Потому что Канада входила в антигитлеровскую коалицию. Канада – государство с давними демократическими традициями, друг Израиля. Канада борется против антисемитизма. Как это произошло? Это вопрос, лишь часть тех вопросов, которые мы старательно избегаем, чтобы отгородиться от мрачного прошлого. Но оно подступает к нам, оно никуда не исчезло, это прошлое не умирает. Я, читая все эти материалы, вспомнил книжку одного американского автора, написанного 40 лет назад. Сюжет таков. Группа израильских охотников за нацистскими преступниками в глубине Латинской Америки находит живого Гитля. Он не покончил, с собой его вывезли, он спрятался в Латинской Америке. Ему уже 90 лет. И группа эта, которая его обнаруживает, конечно, хочет вывезти его в Израиль, чтобы посадить на скамью подсудимых, но об их находке становится известно различным спецслужбам. И группа понимает, что у нее Гитлера перехватят, и что с ним будет непонятно, и решает там, прямо на месте, устроить суд над ним. И дает возможность Гитлеру высказаться. И среди того, что он говорит, звучат такие слова. «Да то, во что вы притворили нынешний мир, приведет к тому, что к власти придут люди пострашнее меня». В определенном смысле это литературное пророчество оправдалось никогда еще. С 20-х годов, в 20-х, 30-х годов прошлого столетия у власти не оказывалось такое количество людей, исповедующих откровенно ультраправые взгляды. Пример министра Италии. Происходит из партии, которая была создана бывшими фашистами, поклонниками Бенита Муссолини. Крайне правые на подъеме во Франции, движение Марин Лепен, все время на грани того, чтобы захватить власть. Ультраправые в Польше, в Венгрии, в других европейских странах так заметны люди, исповедующие взгляды, которые еще недавно были бы совершенно невозможны. И дикий мы видим подъем по всему миру злобного национализма и нетерпимости. Это результат политических и экономических проблем последнего времени, это результат нашего пренебрежения истории. Ну, давайте разберемся со всем этим. Несколько десятилетий назад, когда произошел слом эпох, Европа очень продвинулась вперед. Заключение договора о создании Европейского Союза сыграло важную роль в оживлении экономической жизни. И создалось, вообще говоря, ощущение, что у политиков роль стала значительно меньше. Ну, просто простые администраторы. А потом началась серия серьезных экономических кризисов, с которыми мир справлялся тяжело. Причем профессионалы, наученные опытом, старались спасти прежде всего финансовую систему, понимая, что если рухнет финансовая система, рухнет страна. Но выглядело это для людей очень неприятным образом. Вы спасаете банки, но не нас. Вы им даете деньги. Богатые люди еще больше богатеют в результате кризиса, а мы становимся нищими. Это породило сильный подъем протестных настроений, ненависти и злобы, ощущение неравенства и желания с этим покончить. И стали искать альтернативу, как всегда бывает в политических баталиях. Прежде привычным образом были три силы. Партия центра, левая партия, социал-демократические, банки-лимарийская партия, и правая партия. И был некоторый выбор. Если казалось, что правительство ушло слишком влево, тогда можно на следующих выборах проголосовать за правых. Если наоборот ощущение, что вправо склонились, то можно к левым вернуться. А левые исчезли. Обратите внимание, левые, лейбористские, социал-демократические партии, как и профсоюзы, растаяли, как мороженое на солнце. Они перестали существовать. Исчез левый фланг в политической жизни. Исчезла одна из альтернатив. Осталась только другая. Правая. И очень правая. Крайне правая. И они стали распространяться. И произошло самое ужасное. Те идеи, которые они проповедуют, которые еще недавно считались невозможными, стали каким-то нормальным явлением в политической жизни. И вполне респектабельные политики говорят то, что еще несколько десятилетий назад казалось совершенно невозможным. У этого есть исторические причины. Прежде всего нужно отметить, что после капитуляции нацистской Германии борьба с идеологией, со взглядами, которые породили нацистский режим, велась мало где. Точно на территории Западной Германии. Вот там действительно десятилетиями немецкая интеллигенция, образованный класс пытались осознать, как именно произошло, как они пришли к этому преступному режиму и проделали действительно большую работу и сильно повлияли на своих сограждан. А уже в Восточной Германии, например, этим особенно не занимались. Там же к власти пришли коммунисты, они сказали, все, мы с нацистской идеологией покончили, и на этом все завершилось. Примерно то же самое происходило по всей Европе. Никому не хотелось копаться в неприятном прошлом, потому что это прошлое свидетельствовало о том, что взгляды, которые в максимальной степени реализовал Адольф Гитлер, на самом деле были широко распространены, разделялись огромным количеством людей. И это особенно ярко проявилось, когда нацистская Германия затеяла Вторую мировую войну и стала оккупировать одну страну за другой. И куда бы ни пришли немецкие нацисты, они везде находили верных помощников, единомышленников, соратников, людей, готовых помогать и соучаствовать во всех преступлениях, которые только возможны. Повсюду, куда бы они ни приходили. Везде находились эти люди, которые, ну, одни по соображениям материальным, потому что что-то можно было получить, а другие, потому что им это нравилось. Потому что им это невероятно нравилось. Это прежде всего выразилось в дикой кампании антисемитизма, убийство евреев, чем занимались не только немецкие нацисты, а местные фашисты, местные нацисты, местные крайне правые делали это сами с огромным удовольствием. Конечно, везде происходило это по-разному. Худшими местами была Прибалтика и Украина, там евреев убивали сами, и даже немцев дожидаться не надо было. Но и повсюду, на всех территориях, еще раз скажем, нашлось огромное количество пособников, которые, еще раз заметим, делали это не потому, что они умирали с голоду, не потому, что им приказывали, а потому, что им хотелось. Немцы вводили трудовую повинность, заставляли работать на военную промышленность, на Третий рейх, но служить надзирателю в концлагеря, служить во вспомогательной полиции или вступать в войска СССР. Это был абсолютно добровольный выбор. Никого не заставляли. Напротив, хотели еще, конкуренция была, еще дрались за эту возможность. Сколько же нашлось людей, которые так хотели участвовать в нацистских преступлениях, как широко была распространена эта идеология. Из какой радости эти люди убивали. Кого-то потом, конечно же, нашли. Кого-то потом нашли, судили, кого-то приговорили к смертной казни, но лишь малую часть тех, кто всем этим занимался. А их, таких желающих, было действительно очень много. Нигде немцы не чувствовали недостатка в помощниках, в том числе при формировании войск СС. Что такое войска СС? СС начинались как охранные отряды, которые обеспечивали безопасность Гитлера, нацистских митингов. Потом это превратилось в такую империю терроров, в которой были различные структуры. Одна из самых печально знаменитых – это гестапо, политическая полиция, уничтожавшая всех врагов Рейха. Там была и внешняя разведка, там было главное управление, которое занималось концлагерями. Оно не только убивало людей, но еще и зарабатывало, потому что заключенных передавали на предприятия военной промышленности, империя СС неплохо на этом зарабатывало. Было главное управление расы поселений, которое заботилось о том, чтобы очистить целое европейское пространство для немцев после войны. Ну, скажем, имелось в виду с территории Прибалтики, изгнать все местное население, там расселить ветеранов СС, очистить от местных жителей Крым, который должен был называться Готтланд. Там тоже должны были получить земельные наделы участники войны ветераны СС. В разгар войны Генри Гиммлер, который возглавлял эту империю, решил, что ему нужно обзавестись из собственной армии, чтобы придать себе вес. Этому, естественно, сопротивлялись военные, генерала Вермахта, которым самим не хватало призывников. Тогда Гиммлер предложил Гитлеру идею, что он будет создавать добровольческие формирования войск СС из европейцев, из людей с арийской кровью, готовых сражаться за дело Германии. Началась вербовка. Было создано Главное управление по вербовке войска СС, возглавлял Готтланд Бергер. И стали искать молодых людей, готовых служить в войсках СС. И нашлись по всей оккупированной Европе, нашлось немалое число людей, которые захотели служить. Брали не все. Западноевропейцев, особенно североевропейцев, брали с удовольствием, тоже считали, что в их жилах течет арийская кровь. И множество людей в разных странах добивались этого права. В том числе те украинские политические деятели, которые еще с довоенных времен связали свою судьбу с нацистской Германией. Они никак не могли понять, что Гитлеру никакая Украина не нужна. Они видели два государства, созданных Гитлером, и думали, что их ждет такая же судьба. Я имею в виду Словакию и Хорватию, два таких профашистских государства, которые были созданы Гитлером после того, как он оккупировал Югославию, и после того, как была расчленена Чехословакия. И вот этим украинским политическим деятелям казалось, что они тоже получат собственное государство. Они никак не могли понять, что таких планов у Гитлера не было. Это была территория, которую немцы собирались разграбить и поделить сами. Но эти украинские политические идеи никак не знали, как обратить на себя внимание, как заслужить эту милость Адольфа Гитлера. Вот возникла идея попросить немцев разрешить сформировать украинскую дивизию войск СС. И немецкая оккупационная администрация их поддержала, и в 43-м году было принято решение о создании 14-й дивизии войск СС из украинцев. Всего Гиммлер создал 26 дивизий. Эта дивизия называется по-разному Галиция и Галичина. Многих удивляет, почему такое название. Хотели назвать и украинской, но Гиммлер сказал, ни в коем случае, никакого слова Украина быть не может. Самое поразительное, вот что. Желающий вступить в дивизию войск СС в 43-м году оказалось 80 тысяч человек, 80 тысяч молодых украинцев подали заявление. Это были совсем молодые люди, в 17-19 лет. Это означало, что их семьи этого хотели. Большие были в ту пору семьи. Значит, сотни тысяч людей хотели, чтобы их сын, брат, служил в войсках СС. В 43-м году было абсолютно ясно, что представляет собой гитлеровский режим. Это на расстоянии, может быть, поначалу, в конце 30-х годов было не ясно, что такое Третий Рейх. Хотя имеющему голову было понятно с самого начала. Но уж в 43-м году было видно, какие чудовищные преступления совершают вермахт и империя СС в тылу. Уже всем все было ясно, и они все равно захотели. Из 80 тысяч отобрали 52 тысячи более-менее пригодных. Потом половину оставили, в конечном счете взяли, зачислили. А в дивизии только 13 тысяч человек, то что не подходили. В том числе по физическим данным было требование войска СС принимать молодых людей не ниже 165 сантиметров. С украинцами не получалось, понизили планку до 161 сантиметра. Тобрали 13 тысяч человек, сформировали дивизию под командование немецких офицеров, обучали на территории оккупированной Польши, потом на территории самой Германии и, наконец, отправили в бой. После двух недель боев с Красной Армией дивизии практически ничего не осталось. Остатки отвели на переформирование, пополнили. Отправили в Словакию, где возникло восстание против фашистского режима, поддержанного Англией и Советским Союзом, сражаться со словацкими партизанами. Параллельно дивизия уничтожала поляков, в том числе мирное население, что в Польше, конечно, не было забыто. А вот что происходит потом. Нацистская Германия разгромлена, Третья Рейх прекращает свое существование, дивизия капитулирует и сдается англичанам. По соглашению между союзниками все, кто служил в этой дивизии, должны быть переданы советским властям, потому что они с территории, которая входит в состав Советского Союза. Они должны быть переданы Советскому Союзу, и Советская юстиция уже должна с ними разобраться. Но их не передает Советскому Союзу. Потому что были достаточно видные фигуры, среди них польские генералы, сражавшиеся на стороне союзнических армий, которые стали говорить англичанам, что нет-нет, это вовсе не советские граждане, это граждане бывшей Польши, поэтому выдавать их Советскому Союзу совсем не надо, пусть они остаются здесь, на Западе. И такое решение было принято, их стали отправлять в Англию, а потом в Канаду, и в Канаде оказалось 8 тысяч бывших эсэсовцев, 8 тысяч солдат и офицеров дивизии войск эсэс. Иногда говорят, ну, вы знаете, на Нюберском трибунале про эту дивизию ничего не говорили, так что она не преступное формирование. Но это ошибка. На Нюберском трибунале было сказано, что ВАФН эсэс, войска эсэс, частью которых была эта дивизия, это часть преступной империи, и те, кто там служил, совершали преступление. Как это все могло произойти? А вот что происходило на самом деле после разгрома нацистской Германии. На Запад действительно вместе с немцами бежали разные люди. Были люди, которые вовсе не участвовали ни в каких преступлениях, не свершали ничего подлого, не служили ни в концлагерях, ни в войсках эсэс, но они просто боялись советской власти. Знаю одну такую историю очень хорошо. Был такой замечательный журналист, Валентин Михайлович Бережков, выдающийся. Мои родители с ним дружили. И я помню, мне сначала нужно сказать его биографию, он в юные годы прекрасно выучил английский и немецкий, перед войной оказался нужен, его зачислили в наркомат иностранных дел, и отправили в советское посольство, где он работал накануне начала Второй мировой войны. И когда я помню, с родителем приехал к нему в гости, я в школе еще учился, то там в коридоре были сели фотографии разные, в том числе была фотография, которую я тогда еще не видел. Это были переговоры Молотова из Гитлера в ноябре 1940 года в Берлине, и там сидят сотрудники посольства, и вот Валентин Михайлович Бережков переводит эту беседу. Он был переводчиком на этой беседе, он работал в советском полпресте, он потом описывал, как началась война, как они возвращались домой. Его взяли в аппарат к Молотову, он был один из секретарей Вячеслава Михайловича Молотова, он переводил на Тегеранской конференции, переводил Сталина, он написал потом об этом ни одну книжку, и желающий может прочитать. Его ждала большая дипломатическая карьера. Все ждали, что его отправят послом, и говорили, что именно в Канаду, и вдруг все рухнуло, и его уволили из наркомата иностранных дел, и отправили работать в журнал «Война и рабочий класс». Потом это еженедельник «Новое время», где я тоже потом работал, но уже много позже. И я помню, что Валентин Михайлович Бережков был невероятно обаятельный человек, красивый, интересный, написавший много книг. Потом он стал главным редактором журнала, который выпускался институтом США и Канады. Потом, в конце концов, он поехал в наше посольство в Вашингтоне, работал. Но все недоумевали, что же тогда произошло, никто не решался его спрашивать. И потом уже, когда он ушел в мир иной, появился документ, подписанный наркомом внутренних дел Берии, адресованный наркому иностранных дел Молотова, в котором написано, что родители Бережкова остались в Киеве, когда Красная Армия вступила, и Украина была занята немецкими войсками, и его отец работал инженером в городском управлении. Когда Красная Армия наступала, то его родители эвакуировались вместе с немецкими войсками, потом отправились в Соединенные Штаты. Стоило сыну карьеры. Те чиновники, которые решали, что делать с беженцами, исходили из того, что если люди бегут от коммунистов, то нужно им помочь. Там вот что еще произошло сразу после войны. Те, кто наступал, я имею в виду в войсках союзников, те, кто наступал в 44-45 году, кто освобождал концлагеря немецкие, которые были на Западе, кто видел, что это такое, те понимали, что такое нацистский режим, что такое Гитлер. Но они сразу же были демобилизованы. И появились другие люди, которые в войне не участвовали, которые этого не видели. А тут еще началась холодная война, и уже с совершенно другим взглядом они смотрели на тех, кто бежал от Красной Армии. И уже все эти люди рисовались им борцами с коммунистами, которым нужно помочь. Вот как это произошло. В результате эсэсовцы, люди, которые должны были отвечать за свои преступные деяния, они нашли спасение в далекой заокеанской стране и себя прекрасно чувствовали. Некоторые почти достали от дожи. Но, к сожалению, разговор о том, как много людей соучаствовало в этих преступлениях, он почти сразу же закончился. А в некоторых странах даже и не начинался. Австрия была, вообще говоря, признана жертвой Гитлера. Ну, Гитлер же присоединил в 1938 году Австрию. Вы знаете, Аншлюсэстер. Австрия стала частью Великогерманского рейха. Ну, за что же австрийцев наказывать? А среди сотрудников главного управления имперской безопасности, главной структуры террора, австрийцев было, кажется, больше всех. Они участвовали во всех преступлениях, которые только возможны. Почти все избежали наказания. И так это происходило по всей территории. Никому не хотелось вспоминать, что соотечественники в этом участвовали. Слишком много таких людей было. Шарль Деголь, генерал Деголь, глава французского сопротивления, преподнес французам роскошный подарок. Он сказал, вы победили во Второй мировой войне вместе с другими странами антигитлеровской коалиции. Мало того, что Франция в 40-м почти не сопротивлялась, огромное количество французов соучаствовал в нацистских преступлениях. Режим, который сформировался в городе Виши под руководством маршала Петтена, соучаствовал в нацистских преступлениях. Выдавал нацистам евреев и коммунистов. Сам уничтожал, кого мог. И там широко распространились фашистские взгляды. Кое-кого судили, но постарались побыстрее забыть. И так во всех других странах постарались побыстрее забыть. Потому что неприятно было осознавать, что люди, которые находятся рядом с тобой, живут рядом. Твои друзья, родственники, коллеги, на самом деле, по взглядам, настоящие фашисты. И в замечательной Канаде мало кто интересовался своим прошлым, поэтому бывшие эсэсовцы стали ставить памятники себе, своим боевым товарищам, своей дивизии. А в Италии, чудесная страна Италии. Я помню, после какой-то конференции вечером вышел по Риму погулять, ярко освещенная витрина винного магазина, не мог пройти мимо, подошел, и вдруг я вижу целый ряд бутылок на этикетках портрет Муссолини. То есть это как обыденная часть. И многие там в Италии, если поговоришь, тебе говорят, ну да, были, конечно, и недостатки, но в сущности неплохой парень, с преступностью боролся. А то, что Винита Муссолини был преступником, за что его и повесили, это сейчас никто не говорит. А в Румынии, где вновь восхищаются маршалом Антонеску, который отправил свои войска сражаться вместе с вермахтом, который оккупировал часть советской территории, который устроил там режим чудовищного террора, который был после войны осужден и казнен. А он теперь опять национальный герой. И это носит очень широкий, такой, повсеместный характер. Поэтому глобального переосмысления прошлого, понимания того, как определенные взгляды ведут к преступлениям, так и не произошло. Люди получили индульгенцию, и главное, не произошло этого переосмысления. Поэтому эти идеи стали понемногу возвращаться, становиться такими вполне доступными, кажущимися естественными. И вот они заполоняют духовное пространство. И по всему миру мы видим дикий подъем злобного национализма и антисемитизма. Антисемитизм это как температура при инфекции. Точное указание на то, что организм серьезно болен. Во всяком случае об этом свидетельствует история. А вот поэтому мы с вами изучаем историю какой бы неприятной, печальной, драматической, трагической она бы не была. Если вам интересно, ставьте лайки под этим видео, делитесь с друзьями, подписывайтесь на мой канал. так про гидро. Пока. Продолжение следует...